СИРА Сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Объединение. Клятва первой Акабы. Двенадцатый год от начала пророчества. Сезон Хаджа. Из Ясриба в Мекку прибыли двенадцать человек для совершения паломничества. Двое из них были из племени Аус, остальные из племени Хазрадж. Эти люди встретились с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в Акабе, что находится в долине Минна, и принесли ему клятву. Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, разъяснил им ислам и взял с них клятву не поклоняться никому, кроме Аллаха, не воровать, не прелюбодействовать, не распространять ложь и не ослушиваться в том, что касается одобряемого, находившиеся, в один голос поклялись исполнять все условия клятвы. Аус. Одно из двух племен, живших в Медине. Ауситов было меньше, чем хазраджитов. В Ясрибе. Для того, чтобы обучить жителей Ясриба законам ислама и Курану, вместе с паломниками был отправлен Мусаб ибн Умайр, да будет доволен им Аллах. Мусаб начал выполнять возложенную на него обязанность, объединившись с жителем Ясриба Асхадом ибн Зурарой, да будет доволен им Аллах. Благодаря их усилиям за короткое время приняли Ислам, вождь племени Аус, Саад ибн Муаз и его двоюродный брат Усайд ибн Худайр, да будет доволен имя Аллах. В тот же день к вечеру примут Ислам все мужчины и женщины племени Аус. Через некоторое время Мусаб, да будет доволен им Аллах, вернулся в Мекку с радостной вестью. Мусаб ибн Умайр, один из первых принявших Ислам молодых мекканцев, переселился в Эфиопию вместе с подвижниками. Был послан обучать жителей Медины Исламу, поскольку имел особый дар и прекрасный характер. Погиб при битве у Худ. Асад ибн Умайр, из рода Наджар племени Хазрач, один из шестерых жителей Медины, первым принявший Ислам. Вторая клятва в Акабе В 13-й год пророческой миссии из Ясриба прибывает большая группа паломников, состоящая из мусульман и тех, кто еще не уверовал в Аллаха. В один из дней, Ташрик, мусульмане собрались под покровом ночи, чтобы тайно встретиться с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в Акабе. Их было 73 мужчины и 2 женщины. 62 человека из племени Хазрач, 11 из племени Аус. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пришел в назначенное время со своим дядей Аббасом. Аббас тогда еще не принял Ислам. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал несколько аятов Курана. Вознес хвалу Всевышнему и потребовал от них следующее. Поклоняться только единому Аллаху и никому, кроме Него. Слушаться пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и повиноваться ему при всех обстоятельствах. Расходовать свои средства в бедности и в богатстве во имя Ислама. Побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Служить Аллаху, невзирая на порицание. Поддерживать посланника Аллаха, мир ему и благословения. Когда он приедет к ним, и защищать его от того же, отчего они защищают самих себя, своих жен и детей. Наградой за это будет рай. Дни Ташрика. Три дня, следующие за праздником жертвоприношения. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый дни месяца Зульхиджа. После услышанного, Барра ибн Маурур, да будет доволен им Аллах, сказал, «Клянусь тем, кто послал тебя с истиной, как пророка, мы непременно будем защищать тебя, как защищаем самое дорогое для нас». В этот переломный для борьбы между язычеством и исламом момент, старейшины других племен еще раз напомнили о серьезности и большой ответственности за принятую клятву. Клятва требовала жертвоприношения как своей жизни, так и жизни своей семьи и имущества. Все присутствовавшие согласились с этим и искренне заверили посланника, милостимое благословение Всевышнего, в своей вере, дав клятву бороться на пути Аллаха. Барра ибн Маур, один из знати и предводителей племени Хазрач в Медине. Двенадцать старшин. После принятой клятвы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, попросил выбрать двенадцать предводителей. Собравшиеся выбрали девять старшин из племени Хазрач и троих из племени Аус. Пророк, мир ему и благословение Всевышнего, обратился к ним со словами. Вы должны опекать своих соплеменников, подобно апостолам Исы, а я буду заботиться о своих соплеменниках. Иса, мир ему. Посланный сынам Израиля пророк. Его имя упоминается в Коране двадцать пять раз. Пришел с книгой Библии. Мусульмане верят в то, что Иса является пророком, и в то, что он не был распят на кресте, а вознесен Всевышним на небеса. Апостолы. Двенадцать сподвижников пророка Исы, уверовавшие в него и обещавшие свою поддержку ему. Погоня. Язычники Мекки, узнав о встрече пророка, мир ему и благословение Аллаха, с жителями Ясриба не смогли сдержать гнев. Они отправили людей, чтобы задержать мусульман. Однако преследователям удается схватить лишь одного жителя Ясриба. Избив этого человека, они направились с ним в Мекку. Но некоторые жители Мекки проявили к мусульманину жалость и освободили его. В это время ясрибцы планируют напасть на Мекку, но, увидев возвращение своего товарища, оставляют приготовление для нападения. Хиджра, переселение посланника, мир ему и благословение Аллаха и его сподвижников в Мекку, в целях избежать притеснений и нападков язычников ради сохранения религии. Это событие повлияло не только на тот конкретный период, но и на всю историю распространения ислама. С тех пор мусульман Ясриба, уверовавших в пророка и давших клятву помогать и защищать религию, прозвали ансарами. Ансары – мусульмане Медины, уверовавшие в истинность пророка и помогавшие распространять религию. После клятвы Второй Акабы мусульмане стали переселяться в Медину. Первым переселился Абу Салям Аль Масуми, да будет доволен им Аллах. Из-за боязни перед язычниками мусульмане ведут переселение Тайн под покровом ночи. Лишь Омар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, покидает город, объявив об этом во всеуслышание. Ни у кого не хватает смелости выступить против и остановить его. Омар, да будет доволен им Аллах, отправляется в Медину в сопровождении 20 мусульман. В это же время ранее переселившиеся в Эфиопию мусульмане также направляются в Медину. В Мекке остается небольшое количество мусульман. Среди оставшихся Абу Бакр, Али, Зейд ибн Харис, да будет доволен имя Аллах и другие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok